Сейчас она сразу будет на ютубе у нас. Запись не нужна, а запись он делает автоматически. Ну, я нажал, проверь. Дай ему время, не торопись. Сейчас он... Да, мы в эфире, всем привет. Привет. Так, подождём пару минут, пока народ подтянется. Я попрошу вас опять же, по традиции, написать в комментариях, чего у нас с картинкой, со звуком. Должно быть всё хорошо. Да, у нас сегодня в гостях Владимир Моцарь. Вова. Да-да. Всем привет, ребят. А как у тебя дела? Нормально. И как вы могли заметить, он самую малость немножечко стесняется. Да есть такое, есть. Так, я доделываю постики в соцсетях, чтобы узнало об этом стриме больше народу. Да, пишу всем привет. Напишите в комментариях, пожалуйста, чего у нас с картинкой, со звуком. Всё должно работать. Пока народ подтягивается. Ничего не пишет, просто здороваться. Мы тоже вас рады всех видеть. Всё работает, всё хорошо. Так, ну, думаю, можем начинать потихоньку, да? Ты готов? Ну да. Да. Давайте начинать. Всем привет. В эфире команда Смирновску. И сегодня у нас в гостях Владимир Моцарь. Всем привет, ребят, ещё раз. Да. Охренительный художник по окружению. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, Вова. Кто таков, чем знаменитый, как ты дошёл до жизни такой, что стал художником по окружению? Ну, начинал я рисовать, в принципе, как и все. Со школы. В тетрадках, там, такой по мелочи. С раннего возраста я не задумывался о профессии художника, как-то, но вышло само собой. Учился я после школы в университете, в ХНТУ, на дизайнера визуальных коммуникаций. Но после третьего курса я решил, что мне не интересно учиться, а я начал усердно заниматься рисованием в профессии в университете. То есть у тебя, ну, просто твои работы, они такие очень сильно напоминают работы именно классической живописи, там, Шишкина в частности. Неужели у тебя нет какого-то классического живописного образования? Может быть, ты ходил, там, репетиторством занимался с кем-то? Нет, я так не занимался вообще. Ну, в университете у меня была живопись, то есть, ну, мы писали только натюрморты, там, портреты, а пейзажей такого у нас не было. А откуда же пришла любовь к таким пейзажам? И самое главное, откуда пришло вот этот изобразительный язык? Не знаю, мне просто природа больше интересна рисовать. То есть ты ходишь на какие-то пленэйры, делаешь, может быть, зарисовки? Нет, абсолютно. Хотя это очень полезно, этим нужно заниматься для развития, но у меня как-то не зашло. То есть ты не работаешь с классическими материалами? Нет. Тут вопрос скорее в том, что то, что ты делаешь, оно, правда, очень выглядит как такая прям суровая живопись масла, вот маслом, причем такая, ну, монументальная. Расскажи о том, как добиваешься такого эффекта. Ну, дело в том, что так и получалось, нужно смотреть на работы того же Шишкина, Левитана, улавливать какие-то моменты в их работах, они очень заметны, там, цвет, в первую очередь, наверное, цвет, там, какие-то композиционные моменты, освещение какое-то интересное. То есть ты это... Ну, а вообще, по поводу кистей, наверное, еще такой вопрос. Кисточки у меня шероховатые, с этим сковор-балансом, с динамикой цвета. А динамика цвета настроена на... Ну, по стандартам? А, или на каждый мазок? Разный цвет. Так как-то стандартно тут вот... Правда, не очень сильно... Не сильно большой процент тут колебаний цветов. Вот тут по 2-3% я больше не ставлю. Ну, и вот максимально жесткие такие... Как бы шероховатость из-за этого не получается. Ты еще раньше сказал о том, что ты делаешь много статиков, и что для того, чтобы получался классный результат, нужно смотреть на работу крутых мастеров. Ну, в частности, на мастеров прошлого. И ребята, которые зашли в твое портфолио, собственно, за этим стримом, увидели, что у тебя... Ну, как бы... Есть еще некоторое подозрение в то, что пользуешься ты фотобашем. Пользуешься ли ты им, или это все чисто ручками? Я фотки использую, но как бы я... Для текстур их использую. Все. А можешь рассказать подробнее о том, для чего ты используешь фотографии, и как ты их собираешь? Да, для того, чтобы просто быстрее текстуру набрать, вот, чтобы руками, вот, долго не елозить, то просто можно текстуру накинуть какой-то там в земле или чего-то, с поверхом рисовать. Но это дело времени просто ускоряет процесс, все. А так, чтобы там кусок там, какого-то там, не знаю, места там, за фотобаши, то нет, я так не делаю. Хотя мне фотобаши тоже по-своему нравятся. Я отдельные работы делал фотобаши, но они тогда были в основном из фоток. Так. Это было обусловлено ТЗ, или это было обусловлено каким-то жестким-жестким дидлайном? Да. Дело в том, что я и по работе приходилось мне фотобашить, делать полностью фотобашные работы. Как-то так. А тебе можно рассказать о проектах, над которыми ты работал? У нас про студию... В общем, расскажи немного о своем рабочем опыте. Собственно, в чем заключается работа художника по окружению? Ну, я сейчас работаю в компании Alter Games. На проекте «Партизан» концепт-художник. Как бы объяснить, в чем заключается, даже не знаю. Ну, какие типовые задачи ты решаешь? Еще раз. Ну, смотри, тебе приходит заказчик и говорит, смотри, заплачу тебе денег за картинки. Какие картинки, как правило, от тебя хочет? То есть, это дизайн окружения, или это... Ну, какие-то промо-шоты? Ну, в основном, они приходят за иллюстрациями по окружению. Персонажки, в общем, все плохо. Скажи, пожалуйста, ты сказал, к тебе приходят сами заказчики, правильно? Да. Смотри, есть такой, скажем так, стереотип о том, что художники по окружению, они достаточно сильно востребованы, но при этом у них не очень большая конкуренция. Ну, потому что всем нравится персонаж, к окружению это, типа, сложно. Как ты считаешь, есть ли такая штука и есть ли конкуренция в среде, собственно, персонажников? Я не знаю. О, художников окружения, прошу прощения. Я даже не знаю. Точно на этот вопрос не смогу ответить. Окей, расскажи, как ты нашел свою первую работу? Ой. Прям первую, за который день, типа, получил. Ну, прям, связанную с картинками, конечно же. Потому что, ну, у тебя стилистика такая, она достаточно реалистична, что в целом немного повышает планку поиска заказчика. Или все было не так, или ты делал всякие казуальные штуки? Да, начинал я с казуальных штук, со всяких. и как оно? Ну, расскажи, как ты, собственно, что ты в гендэф попадался вообще? Как это произошло? Ну, из-за своей любви к видеоигре сталкер. Ты хотел... Как бы я в едином возрасте играл в Сан-Бага, не хотел еще что-нибудь принести в эту игру, не знаю, свою создать, что-нибудь. И ты хотел целенаправленно на этот проект? Ну, не то, чтобы на этот проект, просто вот стилистика нравилась, сама атмосфера игры. И ты хотел в студию или как связан сталкер с тем, что ты? С тем, Я хотел сделать что-то свое, отдельное. Такая была мечта. И как сейчас с этой мечтой? Как-то со временем. Не знаю, осталась только стилистика, которая мне нравится. А так я свои проекты не доделывал. Хотя занимался какими-то мелкими штуками. То есть у тебя есть какие-то свои проекты? Своих нет, я не доделывал. Там в Индии играми я занимался такое баловство. А сейчас над какой категорией проектов ты работаешь? сейчас типа ну я не знаю даже ты уже не инди уже проект это точно АА? Да, можно и так сказать. Ты чуть раньше сказал о том, что ты поиграл в сталкера и захотел сделать что-то подобное. Собственно, не было ли у тебя желания поработать над каким-то смежным проектом? Потому что с этого момента прошло какое-то время и проектов стало больше. Не хотелось ли тебе написать куда-то прям целенаправленно типа вот ребята берите меня я классный. Ну вот я же и говорю что время не прошло уже в тот момент там другие интересы начали появляться другие проекты нравятся. А что за проекты? Ну к примеру это же метро. Хотя они в принципе со сталкером там небольшая у них разница. Расскажи пожалуйста о том как ты нарабатываешь визуальную базу. Ты сказал что сталкер и метро они очень похожи в принципе это значит что тебе нравится определенная эстетика то есть несмотря на то что развиваешься как художник развиваешься как личность тем не менее любовь к этой эстетике остается и вообще все твои работы в портфолио они достаточно цельные то есть если собрать в какой-то ну скажем так какую-то галерею например можно сделать цельный проект вот расскажи о том как ты собираешь эту визуальную базу ты сказал что ты любишь окружение как ты собираешь этот дизайн почему именно такие образы знаю потому что мне нравится как ты сама так ребята в комментариях пишут расслабься будь смелее да господи давай 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 расслабься какая какая погода там у вас очень жарко так окей расскажи пожалуйста немного о том что сейчас происходит на мониторе я вижу ты к нам не с пустыми руками пришел а со скетчом и он видно изменился за час расскажи о том собственно с чего ты начинаешь работу с чего начинается скетч и собственно по этапам расскажи пожалуйста может быть покажи какую-то старую картинку которую можно показать вот я сделал просто быстрый набросок то есть разбил картинку по плановости на базы чтобы она читалась и все обычно я так всегда начинаю очень просто грубо такой набросок делать после этого я могу текстурки накидывать и дальше обрисовывать уточнять добавлять детали ребят в комментариях пишут что работа у тебя офигенная и вообще ты красавчик спасибо так что не парься да даже кошка моя говорит что ты красавчик так ты бежала сказал что классная работа бежала честное слово смотри сейчас ребята ну в общем ребятам интересно как ты работаешь с референсами понятно что ты любишь окружение и что у тебя есть определенный скилл определенная визуальная база работаешь с рефами как ты подбираешь какую информацию ты берешь из них вот расскажи об этом чуть подробнее рефы я в основном использую картины шишки на я себе отдельную папочку завел туда все работы скинул вот в принципе все много еще и разных тоже художников а для чего ты используешь заплетается не бойся господи тебя все так ждали и ты такой не переживай ты можешь говорить медленно не торопясь так а что там по этому вопросу я вроде бы ответил смотри ты сказал что у тебя есть папочка папочка с рефами вот и расскажи о том для чего ты их подбираешь то есть просто просто для вдохновения или ты с них собираешь какую-то информацию то есть какую информацию ты собираешь с референс например световые приемы какие-то перу с тех работ цвет композицию и так далее а расскажи подробнее ты можешь сейчас открыть какой-то реф и проанализировать его то есть показать о том как ты с ним работаешь мне кажется предмет на тебе будет проще сейчас а мне кажется это происходит потому что все думают что смирнов скул супер серьезные ребята это и если у нас Особенно здесь нравится мне этот прием со светом. В середине освещена вот эта вот область. Передний план затемнен. И вдалеке тоже тень падает. То есть высветлена только средняя часть. Очень интересно так выглядит. Реальных фоток очень редко встретишь с фотографией. А вот в работах, картинах старых мастеров, много кто этим пользуется приемом. А когда ты работаешь с фотографиями, ты их как-то преобразовываешь для того, чтобы тебе было проще снять информацию или ты сразу берешь то, что тебе нужно? Да я фоток вообще мало рисую. А с чем это связано? Не знаю. Потому что удобнее воспринимать информацию с картиной. Потому что она более систематизирована? Наверное поэтому. Господи, я не знаю, читаешь ли ты комментарии, но ребята тебя очень сильно поддерживают там. Предлагают тебе уже чего-нибудь выпить покрепче, чем кофе, чтобы ты расслабился. Ладно, это все, конечно, здорово. Стрим с художниками. Давай поговорим действительно о серьезных вещах. У тебя есть кот? Кота нет. А собака? Собаке аж две. О, расскажи про своих собак. Вот у меня большая собака Redwiller. Вторая маленькая, очень маленькая. Чего охват. Как они уживаются? Они не контактируют вместе. А почему? Дело в том, что я в частном доме живу. Redwiller у меня на улице живет. Маленькая собака в доме всегда. Они помогают тебе рисовать. У нас просто вот у Вани, у Смирнова есть собака. Самая знаменитая собака в CG. Помогает рисовать. А твои собаки так себя ведут? Нет. А че не научишь? Это очень сложно. Почему? Нету, блин. Ладно, раз мы заговорили про обучение. Расскажи немного о том, как ты, собственно, сам учился. Потому что скиллух-то у тебя ого-го. Замечаю я и замечаю в комментариях. Вот. Говорят, что работы крутые. И расскажи о том, собственно, как ты пришел к этому уровню. А у тебя есть, кстати, какие-нибудь свои супер старые, супер первые работы? Тут... Так сразу я не смогу их найти. Хорошо. Ну, расскажи о том, собственно, как ты шел с нуля и через тернии к этим звездам. Ну, как бы, смотрел работы старых художников. Пытался повторять как-то. То есть ты просто один в один копировал? Нет, один в один так не копировал. Просто моменты какие-то запоминал и пытался делать свои работы. Например, что за моменты? Ну... Те же вот световые приемы, там, не знаю, фактуру, какую-то траву, рисовать цвет. Угу. Ну, вот так вот понемногу. А так бы, чтобы срисовывать полностью так один в один, то у меня так... Никогда не было, где удобно так было. Ребята говорят, что если ты будешь рисовать, возможно, тебе будет чуть проще. Как ты считаешь? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Да, давайте попробуем. Еще ребята пишут, что заметил одну забавную штуку, что в облаков очень точные тени и почти нет растушевки, особенно за городом степя в солнечный день и огромное пятно на земле и такие же вещи у тебя на картинах. Были ли у тебя, кстати, какие-то такие прям откровенные наблюдения, когда ты идешь по улице и такой, чёрт, я рисовал это всю жизнь неправильно? Ну, нет такого нигде. То есть у тебя все наблюдения были исключительно с рейфов, правильно я понимаю? Не, ну не так, чтобы прям именно с рейфов. Я вообще к этим вопросам никогда особо не задавался никогда. Да и вообще у меня такой странный подход к изучению. Я самоучка, у меня никакого образования нет, но как-то все... Ну и многие художники самоучки. Мне кажется, процентов 80. Тех, кто работает сейчас в сфере, они самоучки. Однако, тем не менее, ребят замечают, что у тебя, несмотря на то, что самоучка, у тебя очень крутой свет, например. Есть какие-то технические приемы? Ну, то есть какие-то, может быть, режимы наложения слоёв или какие-то кисти? Ну, по обычным перекрытиям вот. Высветляю вот эту часть. А ты делаешь это на финальном этапе или ты периодически подкидываешь в работу такого контраста? И изначально я там помечаю этот момент. И в конце могу просто усилить этого осветления, да и всё. Ну, когда ты начинаешь рисовать, у тебя есть уже какая-то цель на картинке в голове? Или тебе удобнее, когда ты просто идёшь и, ну, собираешь её из маленьких кусочков? Ой, ну, это всегда по-разному. Бывает, цель на уже слою картинка будет выглядеть от начала до конца. А бывает, когда на ходу появляются новые идеи и пошло-поехало. И работа в конце может быть абсолютно не похожа на то, как она выглядела изначально. А не возникает ли в этом случае сложности с заказчиком, например? Ну, когда он тебе утверждает скетч, а потом оказывается, что работа сильно изменилась? Или это происходит только с тем, что ты для себя делаешь? Это только то, что делаешь для себя. Там же и есть описание всегда у заказчика. Он всегда приходит, зная то, что он хочет. Если это адекватный заказчик. А у тебя часто бывает неадекватные? Ну, бывало и попадались. Расскажи какой-нибудь самый забавный случай с заказчиком. Ну, без имён, конечно же. Такой забавный, не знаю. Ну, как бы, приходит человек и говорит, я хочу то. Ну, я не знаю, что. Попробуй что-нибудь сделать. Ну, как-то так. То есть он, типа, такое, сделаете, что хотите? Я хочу картинки от вас. Ну, типа, да, ты сделай. А если мне понравится, то будем работать дальше. А ты даже не знаешь, что им делать. Как-то он на это может реагировать нормально. Это сам без ТЗ приходит. Ну, да. Ну, не то, чтобы без ТЗ. Он даже словами не может объяснить. Ну, в голове у него всё прекрасно. И, видимо, сильно похоже на твоё портфолио, если он к тебе пришёл. Задаю в комментариях вопрос о том, какие в основном заказы к тебе приходят. Понятно, что это окружение, но, может быть, есть какие-то, какой-то, не знаю, схема, система того, чего от тебя хотят заказчики. Можешь повторить ещё раз, если что-то не понял. Вопрос о том, какие заказчики в основном к тебе приходят и с какими заказами? Ну, в основном это окружение. Это понятно. Ну, то есть... Ну, приходили всякие слоты, там, hiding objects раньше. Ты отказывался или у тебя был... Ну, то есть... Мы как-то начали говорить о том, что у тебя был какой-то опыт рисования на такие казуалки, там, и прочее. Через что все проходите, через чего... Ну, чем никто не гордится? Ну, на казуалке я тоже рисовал, было тело. Какая-то... Какая-то... Работа, которую можно получить быстро. Проще всего. Тут у всех так, наверное, все с казуалов начинали. Да. Но, однако, тем не менее, есть такая проблема зачастую, которая обусловлена невозможностью сделать следующий шаг. Ну, то есть ты пришел в казуалки, там как-то там порисовал, закрепился, хочешь сделать что-то другое и не можешь, потому что тебя работа требует рисовать одно и то же, примерно в одном и том же стилистике, с одними и теми же формами. Расскажи о том, как ты перешел в более реалистичную категорию, то есть как ты избавился от этих вот рабочих изобразительных приемов. Это у тебя не было такой проблемой. Да, и дело в том, что казуалки я рисовал просто... Как бы... из-за того, что нужно было за что-то жить там такое. То есть они не сильно на тебя повлияли? Ну, как бы нет. Была ли у тебя вообще такая проблема, когда ты, ну, то есть что-то рисуешь, а потом, ну, в определенной стилистике, а потом не можешь от этого избавиться? Ну, не знаю даже. Еще вопрос к тебе тоже из комментариев. Ты говорил о том, что, собственно, научился рисовать сам, потому что очень любил окружение и понял, что тебе это интересно. Вот расскажи о том, как, собственно, планировать свое время и выстраивать свое обучение для того, чтобы достигнуть каких-то классных результатов. Как, собственно, у тебя это происходило? Кроме того, что ты просто рисовал? Как ты организовал там, типа, работу, уличную жизнь, там, учебу, обучение, собственно, CG? Откуда брал информацию? Вот это все. Сложно. Я даже не знаю. Ну, это же как-то произошло. Как-то само собой все происходило. Ну, у нас, например, были ребята, которые рассказывали о том, что там буквально забросил всех друзей и всех родных и только сидел и рисовал по 12 часов. У тебя было такое? Бывало периодами и было такое. Очень долго сидел в голову. Как думаешь, это эффективно или сейчас ты бы так уже и не поступил? Я думаю, что эффективно. Но это нужно как-то балансировать, что ли. Отдыхать тоже нужно, потому что, если не отдыхать, то можно очень быстро потерять интерес. Вдохновение, что ли. И сейчас у тебя есть какое-то умение отдыхать, умение отвлекаться или нет? Или ты все еще такой же телеустремленный? Ну, как? Наверное, с такой игрой вот. Вдохнуть поиграть что-нибудь. Каких особо новых у меня увлечений не появилось, в общем. А что за игры? Вдохновение. 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 Так, нет. Что-то я бы сделала лучше. Или ты просто наслаждаешься процессом. Вот. Вот это мне тоже очень нравится. Особенно в потлачке это делать. Смотреть allen окружению, как они все сделали. И как? Оно тебе? Мне очень нравится. Графика у них хорошая. У нас есть несколько вопросов из комментариев. На самом деле у нас тут много вопросов и очень много поддержки для тебя. Так, из картинки можно много увидеть, а если картинка двигается, то это открывает другую сторону скелет картинки. Например, фото руки. Так, это какое-то, господи, какое-то отвлеченное. А, господи, это был завалированный вопрос о том, есть ли какие-то фильмы, которые тебя вдохновляют? Просто очень долгие предыстории. Да, их очень долго, не знаю. Тут тот же Тарковского фильм, Сталкер, тоже интересный. Мне очень понравился. И стилистический, да и все. А что еще, кроме Сталкера? Ты сказал, фильмов много? Блин, очень много. Я даже так и не могу какой-то один из них выбрать. Кстати, по поводу фильмов. Сейчас очень много выходит фильмов, которые делают из старых мультиков фильмы Discovery. Блин, вспомнил. Последнее, что я смотрел, HBO черновой. И как тебе? Очень крутой. Там говорят, что очень классно сделали саунд-дизайн и, собственно, дизайн окружения, но при этом он не слишком достоверный. Споры до сих пор идут во всяких разных интернете. Ну, не знаю даже, но мне очень понравился фильм. Единственное, что в нем раздражало, это постоянно слова товарища. А ты на русском смотрел или на английском? На русском. Я просто пытался его на английском посмотреть, и там этот комрад меня просто выносил в каждый раз. Кстати, по поводу Чернобыля. Он же сейчас такой супер туристическим стал место. И вроде как зону отчуждения признали так пусть минус безопасной. Или нет? Не слышал об этом. У тебя... Ты сам-то никогда не хотел туда съездить? Или может быть ездил? Очень хотел. Но как-то у меня с этой поездки не получилось. Оставил планы или все еще мечтаешь? Все-таки когда-нибудь я думаю, что поеду. Не боишься радиации? Нет. А расскажи, что тебя там привлекает в этой зоне? Она же, ну, официально вроде как еще много лет будет небезопасна. Ну, как-то атмосферная она. Атмосфера... Атмосфера вот этих вот... Заброшенность, вот этой разрушенность. Я видела фотографии, там люди просто буквально побросали свои дома, там чуть ли не всякие... Ну, буквально там в школьных классах остаются учебники, игрушки на полу. Ты не планировал туда съездить, там сделать какую-нибудь работу, например, на основе впечатлений. Вообще бывали для тебя ситуации, когда ты куда-то съездил и на основе впечатлений сделал какую-то классную работу? Не вспомню такого. Наверное, все-таки было не такое. Ты говорила о том, чтобы поехать как бы в зону, чтобы там какую-то работу написать или что-то? Нет, я говорила о том, чтобы сделать какое-то... Ну, под впечатлением. Потому что вот у нас, например, был спикер, который рассказывал о том, что он съездил в Норвегию, буквально увидел в витрине магазина какие-то игрушки и нарисовал целую иллюстрацию на основе впечатлений этих игрушек. Работает ли у тебя так? Сработает ли это с Чернобылем? Да, я думаю, да. Ребята предлагают съездить в Отрадное под СПБ. Там также все заброшено, но без радиации. Так, было ли у тебя когда-нибудь испытание в виде смены стиля или какой-то выход из зоны комфорта? Или ты рисуешь исключительно то, что мы видим у тебя в портфолио? Ну, как бы... Я порисовываю еще персонажей, я просто их не вылажу. Вот это мой выход из зоны комфорта. Расскажи, как художник по окружению, с какими сложностями ты сталкиваешься, когда рисуешь персонажей? До сложностей никаких, просто нужно больше этому времени уделять-то и все. То есть у тебя есть четкий алгоритм, четкий пайплайн того, как ты это делаешь? Четкое понимание происходящего? Наверное. Ты хотел бы в будущем стать художником по персонажам? Или у тебя есть какие-то другие планы на свою творческую, профессиональную жизнь? Да мне, в принципе, разностороннесть нравится. Как бы именно так полностью стать концепт-художником персонажей не хотел бы. Ну а просто более подтянуть персонажку я хотел бы. А для чего? Для чего? Для того, чтобы в иллюстрациях проще было рисовать, добавлять каких-то персонажей больше. У меня вообще мало персонажей, даже на окружении. Практически даже нигде нет. Скажи, пожалуйста, работал ли ты когда-нибудь над фильмами или, возможно, хотел бы поработать? Над фильмами не работал, но поработать, возможно, хотел бы. Это была бы какая-то известная франшиза или тебе, в принципе, интересен такой опыт? Мне просто интересно даже было. А в чем интересно? Ребята говорят, которые работали на этих фильмах, о том, что там дедлайны всегда вчера и вообще, в принципе, работа достаточно стрессовая, но высокооплачивая. Тебя не пугают сроки, которые были вчера? Да нет. Сейчас я вижу, что ты рисуешь от пятна. Расскажи, пожалуйста, немного о том, собственно, как помимо использования кусков фотографий ты можешь ускорить свой процесс. То есть кто-то использует 3D, кто-то использует фото-баш. Как ты ускоряешь процесс рисования? Ну, только текстурами, там, и все. Как ты еще вскоряешь? Ну, возможно, 3D. Ну, 3D я в последнее время начал очень интенсивно изучать. Учу блендер. Блендер. Угу. Очень мне понравился. Довольно неплохие. Я слышал такое мнение, что там вышло какое-то новое обновление, 2,8, кажется, что оно прямо вот решает все задачи, которые не решала. Правого ложа. Ну, да, ну, как бы у меня сравнивать не с чем я. И начинал с 2,8. Угу. Старый инверсив не пользовался. Так, не могу понять, что у нас трансляция. Это она прилегла? Или это мне интернет прилег? Нет, все работает. Так, твои работы, как мы уже неоднократно говорили на стриме, они достаточно похожи на классическую живопись. Расскажи, пожалуйста, немного о том, не было ли у тебя когда-нибудь мысли о том, чтобы устроить нам свою выставку в галерее какой-нибудь? Или вообще, как ты считаешь, есть ли у CG искусство будущее в галереях и музеях? Я думаю, это мало интересует людей. Ну, во всяком случае, на данный период. Галерея занята сейчас другими работами, которые интересны для него. CG-художники интересны в интернете. В интернете. Хотя я даже не знаю по этому поводу. Ну, сейчас я знаю, что некоторых художников наконец-то начали выставлять в музеях современного искусства. Не слышал об этом. Это прям вот буквально пару месяцев назад я узнала о том, что первую выставку планируют. У нас была гостья, которая рисует, собственно, картинки по своему проекту. И вот она, ее пригласили сделать выставку. Прямо в галерее к взрослым. И я знаю, что она не одна такая последняя. Ну, то есть тенденция определенно положена. Так, еще вопрос из комментариев. Не знаю, можно ли его задавать. Насколько ты молод или стар? Что-что? Насколько ты молод или стар, спрашиваешь в комментариях. В смысле, я не понял вопрос. Я думаю, что это вопрос о возрасте. Мне 24 года. Так. Еще... О, господи. Вот вопросы прилетели. Так. Смотрите. У тебя привет из Украины. Привет. Просит ответить на вопрос. На твоем арстейшн ты пишешь, что стори-телинг – это одна из основных задач. А что для тебя самое сложное в визуальном повествовании? Сначала я не понял. Что в арстейшн? Ты на арстейшн пишешь у себя, что для тебя основная задача – это стори-телинг. А что самое сложное в визуальном повествовании? Я что-то не могу въехать в этот вопрос. Так. Перефразируй вопрос. Ты у себя на арстейшн пишешь, что для тебя важно, чтобы картинка показывала какую-то историю. Правильно? А где ты там мне такое писал? А вот. Нашли. Вот. Ну, в общем-то, что для тебя… Сейчас сформулирую вопрос. Когда картинка начинает работать именно на то, чтобы показывать сюжет, на то, чтобы взгляд на нее зацепился. На твой взгляд, что влияет на интерес к картинке? Ну, это начальные этапы. Выстроение композиций. Разбитие на плановость, на массы. Вот это. А все остальное, как бы, уточнение детализации, уже не работает. Как бы просто красивее картинку делает чуть-чуть. Так, еще вопрос. Человек пишет о том, что закончил художественную академию, но даже самую простую иллюстрацию сделать не может. Чувствуешь какую-то деградацию. Что я делаю не так? Спрашивает этот человек. На твой взгляд. Наверное, нужно больше работать. Так человек работает. Вот. И не может понять, что случилось, почему он не туда воюет и не развивается. Блин, не может такого быть. Но в любом случае, развитие будет идти. Может быть, как-то его ускорить? Есть какие-то советы? Можно попробовать на какие-то курсы ходить. Это развитие, конечно, ускорит во многом раз. Ребята пишут, что нужен фидбэк человеку. Даже там собрался психологический консилиум, предлагают ему таблетки, спрашивают, как давно это началось с ним. Чувствует проблему в том, этот пользователь, что есть зацикленность на детальках и работает медленно. У тебя не было ли такого, что зацикленность на детальках? Было. От этого нужно избавляться. А как? Переламывать себя. Стараться делать упрощенные работы изначально. Вообще, чем проще изначально делаешь работы, тем быстрее будешь развиваться. Долго над ними сидеть нельзя. Ну, например, сколько со временем уходит на работу? Ну, всегда по-разному. Ну, в среднем. Три-четыре рабочих дня. Это прям на супер прорисованную, супер детализированную, да? Ну, да. Я ещё заметила, что ты не приближаешь сейчас к картинку и при этом стараешься, чтобы она выглядела достаточно цельно. Ну да, это на начальных этапах так нужно делать. Чтобы она отчиталась издалека. А как эту цельность удержать потом? Потому что, если вот так вот сидеть, вот, начинать вот эти детали, какие-то мелкие моменты, то будет, как бы, неравномерно распределить эту детализацию. Потом картинка не будет работать цельно, если смотреть на неё. А как избежать вот этой дробности, когда ты начинаешь её прорабатывать? То есть у тебя есть какой-то навигатор, где ты видишь цельную картинку, или как это вообще происходит? Вообще можно, да, навигатором пользоваться, но я как-то ним не пользуюсь. Сам себя заставляю просто делать это вот и всё. Ну а как же заставить, если ты не видишь, а ты, ну, то есть не видишь цельности? Так, ребята в комментариях пишут, что у тебя классная работа и что давно на тебя подписанная. О, спасибо. Так, ну чё, отпустить тебя? Что-что? Отпустить тебя. Что всё, что ли? Я очень переживаю, есть ощущение, что ты напряжён несколько. Ну такое. Ну почтенная публика тебя любит, почтенная публика тебя поддерживает. Так, шутки шутят в комментариях. Про взял карандаш и дальше всё как в тумане. Пишут, что у тебя стандартный мужской мозг, который быстро решает проблему, отвечая на вопрос. Так, ну давай, я думаю, что мы можем, в принципе, от серьёзных каких-то тем отойти. Пошутить всякие шутки. Что тебя веселит в процессе рисования? В процессе рисования ничего. Что тебя вообще веселит? Так, так, так. Так, ну давай, давай. Мы очень за тебя переживаем, давай. Давай. Вспомни всё самое лучшее в своей жизни. Это очень сложный вопрос. Тебя же что-то хоть радует. Ну хоть что-нибудь. Я человек пропустил. Почему? Опять сложный вопрос. Так. Господи, любимый мем, препараты. Давай, давай, давай. Любимый мем. Какой тебе любимый мем? Любимый мем. Любимый мем. Почему вопрос сложный? Мешает ли тебе рисование говорить? Ой-ой, очень сложный. Ну ладно, давай, отпустили. Пущу тебя. Давай. Окей. Я просто хочу сделать такой дисклеймер, что я не затащила Вова на стрим. Он согласился сам. Это тут пишет, что... Пишет, что это всё произошло досильно, но нет, это всё по моему согласию. Да, я сейчас сижу под вами. Ну, возможно, это... Зачем ты так, Вова? Это могла бы быть история с хорошим концом. Ладно, давайте мы на сегодня раненько разойдёмся. Да, Вова отказывался в прошлый раз. Нет, Вова ещё ни разу не отказывался. Отвязываю его уже от стула. Господи, нет, всё было не так. Так, ну, в общем, да, давайте, наверное, на сегодня тогда закончим. У нас сегодня получился очень быстрый и такой вдумчивый стрим. Нет, такой... В большом количестве тишины. Но это один из неногих стримов, за которые мы получили классную картинку. То есть обычно люди много говорят и мало рисуют. Человек, он почти дорисовал. И пишет, что картинка очень крутая, кстати. Что все с тобой. Йо. Так, ну, в общем... Да, в общем... Да, наверное, на сегодня это всё. Всем большое спасибо. Спасибо, Вова. Спасибо. Да, спасибо. Ну, в общем, да, я надеюсь, что мы тебя не сильно напугали. Мы же не сильно тебя напугали. Нет, нет. Ну, хорошо. Вот. Приходите в следующий раз. В следующий раз, я думаю, что будет подлиннее. Он будет уже стрим в четверг. В четверг будет Ирина Кузьмина под ником NordSoul. Да, вы её уже, наверное, знаете, потому что вы часто её просили. И заглядывайте к нам в гости. К нам можно заглянуть, во-первых, в Москву и в Питер. Там у нас наброски и всякие лекции. Ну, в эту субботу лекции у нас не будет, потому что в воскресенье у нас будет большой ивент в мейле. Кстати, сегодня последний день, когда вы можете подать заявку на Portfolio Review. Это прямо вот в группе Смирнов School. И поэтому постарайтесь влететь, потому что времени у вас осталось мало и места осталось мало. Вот. Также вы можете записаться к нам на курсы. Они у нас классные и по окружению тоже есть, и по основам окружения тоже есть. Вот. Спасибо большое Вове. Спасибо большое ребятам в комментариях. Вы так классно поддерживали. Поставьте ему лайков, чтобы он не сильно там, не сильно жалел об этом. Да, давайте это, уж лучше вы к нам. Да, поставьте, видите, давайте лайков. Лайков накиньте там, я сейчас тоже пойду ему лайков проставлю. Вот. Очень скиловый процесс. Спасибо всем большое. И на сегодня все. Всем хорошей рабочей недели. Вот. Тебе надо нажать завершить трансляцию. Все. Всем спасибо. Пока. 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 Пока.